Счастливое число есть теперь у школы номер 6, и это число 8. Именно с восьмого захода торги, объявленные на проектирование строительства нового современного здания для общеобразовательной школы в поселке Искатели, увенчались успехом. В настоящее время школа поселка Искатели размещается в двух соединенных между собой зданиях – одноэтажном деревянном 1975 года постройки и трехэтажном кирпичном. В эти июньские дни в школе работает детская площадка. Буквально неделю назад здесь побывал глава региона Александр Цибульский. По словам директора образовательного учреждения Ольги Давыдовой, здания школы не отвечают современным стандартам. Помещения для занятий катастрофически не хватает. Это относится и к отдельным предметным кабинетам, малому спортивному залу, мастерским, библиотеке. Полы частично прогнили, крышу постоянно приходится латать. Первые торги на проектирование и строительство нового корпуса для шестой школы были объявлены централизованным стройзаказчиком еще в декабре 2017 года. В течение полутора лет их проводили семь раз с отрицательным результатом. На восьмой раз подрядчика определили. Государственный контракт будет заключен с известной в регионе строительной организацией Версаэм. Для строительства школы на 860 мест в поселке Искателей выделен земельный участок общей площадью более 22,5 тысяч квадратных метров. На этом участке построят трехэтажное здание, где помимо предметных кабинетов будет спортзал, гимнастические и фитнес-залы, актовый зал со сцены с зрительным залом на 600 мест, библиотека с читальным залом и компьютерами с доступом к сети интернет. Тир, школьный музей, мастерские, столовая. Территориально новая школа будет построена на улице Нефтяников напротив бывшего здания поселковой администрации. Спортивные площадки, расположенные на этом участке, по согласованию с муниципальными властями, планируются переместить в районы улицы Тиманская. На территории же новой школы будет создана физкультурно-спортивная зона с полем для мини-футбола, площадкой для баскетбола и волейбола. Будут здесь и беговые дорожки, секторы для прыжков, полоса препятствий, игровые площадки для групп продленного дня. В соответствии с контрактом школу должны построить до 2022 года. На ее строительство предусмотрено финансирование порядка двух миллиардов рублей. Когда учащиеся и педагоги переедут в новое здание, деревянную одноэтажную часть школы номер 6 снесут, а в кирпичном здании проведут реконструкцию.